В первый месяц блокады на улицах Ленинграда было установлено 1500 громкоговорителей. Радиосеть несла информацию для населения о налетах и воздушной тревоге. Как только умолкали радиопередачи, начинал звучать метроном. Быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный отбой. Ритмичные звуки метронома, под которые протекала жизнь ленинградцев, стали одним из символов блокады. Эффективность немецких бомбардировок самого Ленинграда оказалась невысокой. Плотность советской зенитной артиллерии в городе в восемь раз превышала берлинскую или лондонскую. Гораздо большую опасность представляли снаряды сверхмощных немецких пушек. На стенах ленинградских домов появились надписи «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Немцы не обстреливали высотные здания и шпили северной столицы, поскольку те служили им хорошими ориентирами для артиллерии. Вся ее мощь обрушивалась на мосты, жилые районы и предприятия города. В небе над городом постоянно висели вражеские самолеты, корректирующие огонь орудий. Ценные монументы приходилось укрывать мешками с песком и фанерными щитами. Но в пригородах Ленинграда многие исторические памятники оказались разбитыми и утраченными навсегда. Были разграблены и разрушены Большой Екатерининский дворец в Царском селе, Большой дворец в Петергофе. Вывезенная немцами знаменитая своей уникальностью янтарная комната до сих пор остается не найденной.